И всем привет, ребят! С вами Строй Ванька. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня у нас очень и очень важная тема для разговора. В предыдущем видеоблоге, который вышел у нас буквально пару дней назад, у нас появилась очень и очень интересная тема для разговора. И тема, которая повлияет на игру в ближайшее время. То есть это все обновления, либо только крупные обновления, я не знаю точно, которые выйдут у нас уже в этом месяце, уже в ноябре. И есть те вещи, есть те обновы, которым я бы хотел бы уделить большее внимание, которых я уже жду безумно большое количество времени, о которых я говорил уже очень большое количество раз. И, наконец-таки, наконец-таки, эти обновления уже в этом месяце будут в нашей игре. По крайней мере, так сказали в видеоблоге. И если верить этим всем словам, то уже в этом месяце нас ждут долгожданные контракты. Что же еще, кроме них, и о них тоже мы, конечно же, поговорим сегодня. Потому что на постоянной основе, когда я записываю видос, либо название стрима делаю о контрактах, появляется безумно большое количество вопросов о том, что же такое контракты. Поэтому об этом сегодня тоже немножечко поговорим, немножечко затронем эту тему. Может быть, не так обширно, но что-то, да я скажу. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Обо всем по порядку. Не будем смотреть со звуком видеоблог. Быстро от себя скажу, что здесь будет. И, в принципе, по картинкам и так уже будет для вас все понятно. Первое – это обновление гаража и устройств. Иконки появятся новые, о которых уже говорилось в предыдущих видеоблогах. И, ну, я бы не сказал, что это, наверное, супер важное обновление, но это просто визуализация новых иконок, устройств и гаража в целом. То есть, в принципе, ну, наверное, это закономерное обновление, если учитывать тот факт, что как раз-таки арт-отдел, долго думал об этом слове, арт-отдел работает в нашей игре очень и очень качественно. Поэтому к ним у меня лично вопросов никогда практически нету. Их работа всегда видна. И это обновление – еще одно подтверждение того, что арт-отдел работает и на постоянной основе выгружают новые обновы с их проделками. Дальше у нас обновление связано с чем тут у нас? Быстро пролетит оно. Здесь у нас… А, декали от выстрелов. Короче, появятся новые гильзы. А, нет, не гильзы. Это декали от выстрелов. Это как раз-таки остаются снаряды в стенках. Возможно, если вы играли в Counter-Strike, то там также самая вот такая вот ситуация есть. Не знаю, в каких там играх еще есть такая тема. Но как раз-таки снаряды будут оставаться на стенках. Надеюсь, что они будут со временем пропадать, потому что если они не будут пропадать и будут на постоянной основе оставаться, то это будет, наверное, дополнительно нагружать систему. И, соответственно, она уже будет на дистанции не очень хорошо работать. Но, возможно, можно будет просто эту темочку отключить либо просто не включать и забыть про нее. Ну и, понятное дело, рубрикатор для миссий. Это еще, конечно, не все. Сейчас мы обо всем пройдемся. Но это самое интересное, что будет. И когда только видеоблог вышел, мне уже подписчик сразу в личку написал о том, что «Ты видеоблог видел? Ты видеоблог смотрел? Ты видел, что там есть?» Я такой «Не, не смотрел. А что там такое?» Типа, ну я всегда как бы видеоблоги смотрю либо на стриме, либо как-то так, какие-то моменты просто пробегаюсь, просматриваю, что там было, да? Дабы вдруг там какая-то интересная информация. И мне пишут, что, блин, ну там хорошая темочка для разговора, надо как бы ее обсудить. И о обновлениях я зашел, посмотрел и был, конечно же, рад тому, что уже есть информация о том, что в этом месяце контракты появятся в нашей игре. Помимо контрактов появятся дополнительные задания, о которых Орех тот же говорил. Это задание на большое количество опыта и большое количество кристаллов набития, за которые можно будет получить какие-то дополнительные награды. Либо это будут кристаллы, либо, может быть, это, как и раньше, будут какие-то уникальные скины. Если это будет так, то это будет очень круто. И я, наверное, вангую, что на них тоже будет какое-то ограничение. То есть их надо будет выполнить за какой-то определенный период времени. Например, за время какого-то ивента. Вот, например, как сейчас у нас в игре есть Хэллоуин. И вот, например, на Хэллоуин в первый день появилась бы заданка о том, что надо набить, например, 1 миллион кристаллов. И за эти две недели, пока вам надо набить 1 миллион кристаллов, если вы набиваете, то вы, например, получаете какой-то новый скин. Да, это было бы очень круто, это было бы интересно. И я думаю, что большое бы количество игроков были бы в этом заинтересованы и как раз-таки бы играли. А насчет контрактов в целом, это как раз-таки возможность обмена определенных предметов на какие-то другие вещи. Например, обмен звезд на кристаллы, кристаллов на танкоины. Такое тоже будет. Это уже спецушка у нас появлялась. И в рамках контрактов Орех говорил, что такое тоже будет. Также будут появляться новые комплекты с теми пушками, которых у нас сейчас нету в магазине. То есть это с Теслой, со Скорпионом, с Паладином, со всеми ховертанками. Сейчас этих комплектов в магазине у нас нету за танкоины. Все это дело в контрактах будет. Об этом Орех тоже раньше говорил. Ну и надеюсь еще на какие-то определенные дополнительные вещи по обмену, на которые у меня лично будет и момент для разговора, и вообще интерес в этом всем деле участвовать, рассматривать, бить. Ну и, понятное дело, играть в нашу игру. Потому что бывают такие моменты времени, когда нет никаких движух, нету ивентов никаких, нету какой-то дополнительной мотивации, чтобы бить. То есть ты выполняешь заданки, и все. Ты понимаешь, что ты сегодня выполнил все ежедневки, особых у тебя нету, по челленджу у тебя все и так все нормально, либо ты его уже выполнил, и все. То есть у тебя нет какой-то дополнительной мотивации бить больше кристаллов, бить больше опыта, потому что у тебя по прокачкам уже и так все хорошо. Плюс нету в игре повышенных фондов опыта, например, в буднини, да, и все. Как раз-таки возможность контрактов заставит, возможно, я надеюсь, на игру, на фарм и на как раз-таки погоню за какими-то дополнительными интересными предметами. Надеюсь, подробно все по этому поводу рассказал и уже надеюсь, что в этом месяце как раз-таки эти контракты в нашей игре уже полноценно появятся. Потому что рубрикатор миссий это и есть контракты в целом. Два варианта обновленного боевого худа также появятся. Это обнова, о которой говорил Орех уже в нескольких видеоблогах ранее, да, и даже неоднократно говорил. И здесь будет два вида. Это дефолтный вид, да, который для меня лично супер привычен, но с радаром слева, сверху, да. И второй вид это с разбросом лево-право, расходка плюс статус эффекты и радар все равно остается слева-сверху. Для меня лично непонятно, почему радар переезжает налево-вверх, если можно было бы его оставить на как раз-таки той позиции, на которой дефолтно он как бы имеется справа, да. Зачем его куда-то менять? Я уже лично привык к этому. Ну и сейчас мне надо будет опять переучиться, пересматривать в другие зоны и дать взгляд во время игры. Немножко, наверное, непривычно, но посмотрим, да. Может быть это здесь просто так показывается. На самом деле оно будет работать по-другому и будет по дефолту стоять. Все это дело. Так, и что-то у нас еще здесь было интересное. Здесь что-то у нас с разрешениями. Это не совсем интересно. А, и подсказки появляются с как раз-таки уже визуализацией в нашей игре. Плюс изменяется положение как раз-таки этих иконок в главном лобби игры, контейнеры, сверху, миссии, гараж, магазин и настройки. Чуть меняются местами, не знаю, с чем это связано. Наверное, из-за того, что большее количество раз нажимают на эти кнопки и выше как раз-таки становятся те кнопки, которые больше нажимают. В целом это все, что нам показали в видеоблоге, все, что связано с грядущими обновлениями, которые появятся в уже этом месяце. Очень сильно надеюсь на то, что и в дальнейшем, в начале месяца будут в видеоблоге рассказывать о грядущих обновлениях. Потому что для меня лично это вообще как бы пища, да, определенная для разговора и для обсуждения и записи видоса. Плюс, я думаю, что это очень интересная тема для многих. Знать уже, что будет выходить и когда, например, выходит, ну, обновление с контрактами, я не знаю. Но у меня какое-то сразу дополнительно появляется уже желание, интрижка увидеть быстрее эту обнову на основных серверах. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих обновлений, чего вы ждете. Пишите, согласны ли вы с моей точки зрения, также ли вы ожидаете эти контейнеры. Возможно, вы с чем-то не согласны. Напишите в комментариях, мне будет очень приятно все это дело, конечно же, прочитать. Также не забывайте, конечно же, поддерживать данное видео с лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывать, конечно же, еще про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный тег, это тег-темп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.